Доброй ночи, уважаемые телезрители! Те немногие, которые, я надеюсь, с нами еще и еще находятся, те, которые не спят, те, которым интересна судьба Щелковского района и, в конце концов, кто же станет мэром, главой Щелковского района и города Щелково на ближайшие 4 года. Я знаю, что сейчас у нас есть информация от избиркома, но я хотела бы сначала выразить благодарность тем жителям Щелковского района, тем избирателям, которые пришли сегодня на избирательные участки, ведь именно благодаря им выборы сегодня состоялись, все выборы по президенту и выборы по главе Щелковского района, процент явки достаточно высокий. И хотел бы поблагодарить сотрудников телерадиокомпании Щелково, которые работали, все выборы сотрудников молодежной лиги, благодаря которым мы получали первые результаты, и службу радиотакси 71144, с помощью которой мы, собственно говоря, и добирались на избирательные участки. А теперь я предлагаю посмотреть последние данные из избиркома. Сейчас мне сообщают о том, что сюжет готовится к эфиру. И есть еще одна приятная новость, она приятна не только мне, но и моему собеседнику сегодняшнему, который сегодня целый день в эфире телерадиокомпании Щелково, Андрею Николаевичу Худалееву. Тот предварительный опрос, который мы проводили на избирательных участках, показал практически верную тенденцию относительно сегодняшних выборов. И сейчас мы готовы, наверное, показать график вам. Готовы график показать? Ну, пока готовится график к эфиру. Да. Я, наверное, начну. Да, вот он есть. Да, отлично. Практически этот график, да, отражает, то есть я сейчас сам смотрю первый раз, его практически с очень небольшими отклонениями, даже меньше, чем допустимая погрешность в данном случае, отражает именно результат этого опроса, которому еще в 9 часов вечера в 21 час огласили, как результаты опроса по системе ЭндПол, ЭкзитПол, да, которая была проведена впервые в нашем районе. И вот то, что вы сейчас видите на экране, это говорит о том, что наши, скажем так, расчеты, наша гипотеза была верна, и практически по всем показателям она соответствует, как говорится, действительным. Обратите внимание на расположение кандидатов Твердохлебов, Гришина, Грачев против всех, Попов, Овчаренко. Вот так мы расположили кандидатов по нашему рейтингу, а сейчас мы послушаем официальную информацию из избиркома. Это не 90 избирательных участков, но общую картину, я думаю, что эти сведения уже показывают. Будьте добры, сюжет. Продолжаем следить за тем, как территориальная избирательная комиссия по выборам главы Щелковского района и комиссия по выборам президента ведут прием итоговых протоколов от участковых избирательных комиссий. Представителям избиркомов приходится ждать в очереди, чтобы сдать документы, а затем сообщить данные в информационный центр. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Рядом со мной находится начальник милиции общественной безопасности Щелковского управления внутренних дел Владимир Николаевич Канахин. Я прошу его прокомментировать, как сегодня, в день выборов, обеспечивался порядок на улицах нашего города. Ну, прежде всего, могу вам доложить, что охрана общественного порядка в день проведения выборов не нарушалась. Значит, работники милиции отработали отлично. Замечаний в наш адрес нет ни с чьей стороны. Нарушений охраны общественного порядка не было допущено. Преступление в районе в течение суток не совершалось. Спасибо. Сейчас какую миссию выполняют ваши сотрудники? Мы сейчас принимаем своих подчиненных, которые прибывают с избирательных участков, проверяем наличие у них оружия, предлагаем им сдать оружие, и они уходят домой. Затем, после того, как все будут в бюллетене привезены, мы организуем сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения в сопровождении в город Москву. Как долго еще продлится ваша работа в усиленном режиме? Ну, это трудно сказать. Дело в том, что вы понимаете, это связано и как с выборами, так же и с ситуацией в Чеченской Республике. Спасибо. Иван, кто-то сказал кому-то главные слова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И снова мой собеседник Анатолий Васильевич Петронин, представитель территориальной избирательной комиссии по выборам главы Щелковского района. И у него есть последние данные на 2 часа 20 минут, как идет голосование по этим выборам. В эту минуту подведены итоги по 56 участкам нашего района. Значит, информация у меня следует... 56, это из 90, я повторяю. Информация следующая. Лидирует у нас Твердохлебов Леонид Андреевич. У него сейчас за него проголосовало 15 096 голосов. Эту информацию пока мы обладаем на эту минуту. На втором месте Гришина Галина Ефимовна 12 697 голосов. То есть она отстает на 2400 голосов. И дальше у нас идут... Грачев 8616, Попов 6009 голосов. И Овчаренко 1037 голосов. Значительное число проголосовало против всех. Это 8807 голосов у нас получается. Такой вот результат. Спасибо. Итак, вы посмотрели последние результаты, которые предоставил нам наш корреспондент из территориальной избирательной комиссии. Сегодня мы уже, наверное, можем пригласить вновь избранного главу Щелковского района в наш следующий прямой эфир. Программу «Диалог», которая состоится традиционно во вторник в 19 часов. А сейчас я хотела бы вернуться к сегодняшним выборам. Пока точки над «и» все еще не расставлены, хотелось бы вспомнить об избирательной кампании. Которая проходила, наверное, последние два месяца, можно так сказать. И с каждым днем все больше и больше обострялась борьба между конкурентами. И хотелось бы спросить мнение Андрея Николаевича о том, кто, на ваш взгляд, Андрей Николаевич вел самую удачную, самую выверенную предвыборную кампанию, и кто, наоборот, допустил наибольшее количество ошибок. Готовы ли вы сейчас ответить? Ну, это, наверное, видно было невооруженным взглядом. Конечно, можно считать, что лучшая кампания – это та, у которой кандидат победил. Это, естественно, раз он победил, значит, его команда работала лучше. Но если брать общий стиль, может быть, борьбы, то вот Юрий Алексеевич Грачев, он ввел уже новые технологии какие-то, такие с элементами оригинальной рекламы, вот разве же это в более европейском стиле. Ну, а что касается всех кандидатов, наверное, мы уже сегодня много об этом говорили, многие не смогли удержаться. Вот желание полить грязью своих конкурентов, относиться как-то даже с высока и так далее. Хотя, опять же, хочется повторить, что при всех своих положительных и отрицательных сторонах нет идеальных людей. Люди были достойны. Я считаю, что вот выборы закончились. Я думаю, что это не конец выборной кампании, потому что и опыт подсказывает, и, в общем-то, то, что происходило на этих выборах, что еще будет множество судебных разбирательств. Они уже идут. Идут, и как бы с окончанием голосования они не прекратятся. Еще будет много исков в суд, и думаю, что это растянется еще не на день, не на неделю, а на месяцы, и конца еще пока не видно. Ну, дай бог все-таки стабильности в нашем районе, то, чего так добиваются в стране в целом, и в Челковском районе, то, чего мы ждем, наверное. Все-таки хватит уже каких-то потрясений, да, хочется стабильности, хочется начинать что-то созидать. Уверенности в том, что, по крайней мере, линия, политика, или, как мы сегодня уже привыкли говорить, тенденция будет достаточно ровной. Да, еще хотелось бы, конечно, в качестве такого небольшого комментария. К сожалению, вот эта борьба кандидатов с друг с другом, когда скатываются на позиции очернительства, они при любом раскладе, кто бы из кандидатов бы не победил, положительным образом не влияют на избирательную кампанию, и на доверие избирателей к выборам. Поэтому то, что мы имеем сегодня, 63 с лишним процента явки избирателей, и говорим, что это много, на самом деле, это не такая большая цифра, которая могла бы подтвердить, что, допустим, любой избранный – это человек, за которого пришло большинство населения района. Да, большинство, но не большинство. 63% – это всего лишь шестая часть всех избирателей, это всего шесть десятых избирателей, да, а четыре десятых остается… То есть четыре из десяти. Четыре из десяти избирателей они просто проигнорировали, проявить свое мнение. А если учесть, что к ним добавляются еще и те, которые пришли на выбор, но проголосовали против всех, в общем-то достаточно. Получается нерадостная картина, на самом деле. То есть иногда складывается впечатление, что людям просто неинтересно, кто будет руководить районом, страной, и где вообще, в каком обществе они будут жить. Но все-таки хотелось бы еще раз обратиться к истории, вспомнить, что в других странах, в Англии, во Франции, в Соединенных Штатах, в странах традиционной демократии, сейчас уже можно об этом говорить, она сложилась там, к традиционной демократии шли десятилетиями и столетиями. В России такого периода не было до нашего с вами времени. Мы живем во втором десятилетии демократии, которая только строится, и нам, наверное, нужно научиться распоряжаться теми правами демократическими, которые нам дали. Мы уже знаем о том, что мы обладаем свободой слова, свободой печати, свободой вероисповеданий, и воспринимаем это как должное, и если наши права нарушаются в этом плане, конечно, мы уже знаем, что мы должны их защищать, и что мы их имеем. Но почему-то многим не кажется странным, например, не воспользоваться своим избирательным правом. На мой взгляд, это одно из самых важных демократических прав, и давайте все-таки в следующий раз будем его соблюдать. Я хочу заметить, когда говорят о странах с традиционной демократией, я хочу напомнить о том, что за выборное право происходили революции, один из пунктов большинства революции, это обладание людей правом голоса, в том числе и в России. В том числе и в российской революции, да. Это за право обладать способностью влиять на судьбу страны путем своего голосования. А у нас получается немножко по-другому. Видимо, надоело, что ли, демократия. Но все равно растет или устали от очернительства, от грязи. Я напоминаю вам, что это было наше последнее сегодня включение. Завтра в течение дня мы будем вам сообщать официальные итоговые данные по выборам главы Щелковского района и по президентским выборам. Я думаю, что завтра мы сообщим точно официально именового главы. Но, увы, ли оставшегося, вот судя по сегодняшним данным на этот момент, похоже, что остается тот же, кто и был. Мы посмотрим, что покажут завтра официальные данные избиркома. Завтра мы еще раз повторяю сообщим их вам. Вы первыми узнаете о том, кто стал главой Щелковского района на предстоящие 4 года. А во вторник в прямом эфире вы уже сможете задать ему свои вопросы. Ну, еще я хочу надеяться на то, что сегодняшний эксперимент, вернее, уже вчерашний, который мы ставили, который во всеми в той же цивилизованных странах, как мы говорим, с развитой демократией, позволяет не допускать подтасовок. На самом деле, для этого именно сознания, для того, чтобы получить первый результат в избирательных участках, приживется у нас. И вот пока цифры, говорят, предварительные, о том, что вроде как совпадают. И если действительно это будет так, в предел, допустим, нормы, будем считать, что вот еще один шаг в сторону демократии, в готовности людей воспринимать что-то новое, чтобы быть ближе, скажем так, к честным выборам, будет сделано. Дай бог всем вашим словам сбыться. Мы с вами прощаемся до завтра, вернее, до сегодня, чуть позже. Объявим официальные итоги избирательной кампании по выборам главы Щелковского района. И продолжим работать с вами дальше. Мы ведь с вами не прощаемся. Небольшой перерыв. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин